Здорово, я Айсбергер, и это неожиданный выпуск про инстаграм и видео в нем. Все знают, что очередное обновление клиента этой социальной сети позволило публиковать и смотреть видеоклипчики. Раньше народ снимал на фото, как кушает, что купил и что вокруг. Теперь для этого есть целых 15 секунд видео со звуком. Раньше блогеры мерились инстаграмками и подписунами. Теперь можно делать микровлоги. Ненавижу это слово. Влог. Правда, на этом нельзя заработать денег. И это отобьет у многих жадных блогеров желание делать инстаграмки. По-моему, это плюс. У талантливых людей, то есть у вас, есть шанс. Теперь каждая ленивая жопа может сделать что-то действительно крутое и уже не прокатит. У меня камеры нет, у меня компьютер слабый или я не умею монтировать. На последнем пункте мы немного остановимся. Чуть позже. Пока инстаграм не монетизировался, это очень удачная площадка для чистого, незамаранного творчества. Но это социальная сеть. Обычно в инстаграм мы смотрим фотки своих друзей и знакомых. Но в последнее время все чаще подписываемся просто на интересных людей и даже блогеров. В фотографии тоже может спрятаться маленькая история. А тут еще эти фильтры. Ну так вот, видео теперь открывает совершенно иные возможности. Это не замена фотографии, это еще один мир в движении, звуке, образах. Конечно, это не изобретение инстаграма, короткие видюхи. Однако они появились очень вовремя. Видеороликов в сети пока совсем чуть-чуть, но есть довольно оригинальные и забавные. 15 секунд видео это так мало и в то же время очень много. Это как твиттер, будь короток, но ярок в своих мыслях. Ммм, я что-то забыл. Ну да, это же урок, значит я вас должен чему-то научить. Инстаграм записывает видео только пока вы держите палец на кнопке. Благодаря этому можно снимать микроэпизоды своего мини-фильма. Тут же их озвучивать, комментируя. И вот в этот самый момент к нам на помощь приходит монтаж. В итоге у вас должен получиться самый настоящий фильмчик. Тогда почему бы не снять его по-киношному? Вот хороший пример. Лего-поезд. Состав крупным планом. Поезд въезжает в кадр и выезжает из него. Любое действие в кадре должно иметь логическое начало и конец. В каждом кадре. Следующий план поезд сверху. Просто мчится и стремительно уносится прочь. И еще один план с отъездом. Сначала поезд крупно, а затем история завершается демонстрацией, что поезд носится по замкнутому кругу. Бедняга. Малюсенькое видео и небольшая история. Это все, что нужно. Какие планы будут сочетаться лучше всего? Те, которые монтируются между собой по принципам монтажа. Если не углубляться в дебри, то приемы такие. Вы снимаете по порядку, поэтому последовательности планов должны отличаться по крупности. То есть, если сначала у вас общий план, то следующий должен оказаться более крупным. Покажите деталь. Два плана подряд одинаковой крупности могут сочетаться между собой. Но не всегда. Есть такой художественный прием, когда все планы крупные. Выглядит более эмоционально. Вас сразу забрасывают в пучину происходящего. Не показывают, что вокруг. Если перевести это в слова, то... Дождь ловлю осторожно рукою. Капли рвутся в дом и стучат по крышам. Ливень настигнет, лишь если я захочу. Мяу. Видео в инстаграм квадратное. Вот незадача. Обычно-то оно прямоугольное, но вы наверняка уже привыкли делать квадратные фотки. Поэтому быстро освоите квадратное видео. Так как кадрировать потом невозможно, все происходит в реальном времени. Поэтому предлагаю кадр выстраивать вот такими способами. Мысленно делим кадр вот такой линией на две части. Есть два варианта. Этот и вот этот. И теперь главное действующее лицо или объект, это можете быть вы или другой человек, или кот, или предмет, помещаем в одну из долей. Старайтесь максимально разместить объект именно в этой доле. Не вылезайте за границу. И теперь при съемке планов чередуйте. То герой в одной доле, то главный объект в другой. Потом можно перейти через какой-то крупный план и снова герой в одной доле. Затем еще один важный объект в другой. Вот набор схем, которые наверняка будут выглядеть в вашем ролике гармонично. Первый вариант – средний план персонажа, затем крупный. Ну и завершаем сценку общим. Второй вариант. Начинаем с крупного плана, чтобы заинтриговать. Затем средний, затем макроплан. Неожиданно, не правда ли? И завершим общим, где покажем всю сцену целиком. А вот пример только с окружением, без персонажа. Общий план, крупная деталь, затем снова план общей или средней. Это как удобно. И в завершении финальная, очень важная деталь. Панорамы – это хорошо, но не забываем, что у вас ролик короткий, поэтому слишком не увлекаемся. Важный момент – друг с другом не монтируются панорамы, противоположно направленные, а также направленные в одну сторону. То есть, вот панорама слева направо. Если запустить следом панораму справа налево, то это будет выглядеть как мешанина. Так снимать нельзя. Но очень хорошо будет смотреться панорама слева направо и затем сверху вниз. Добавлю еще в ваш арсенал отъезды и наезды. Вот такие. У панорамы или отъезда всегда есть начальная точка и финальная. Это хороший прием, но не стоит им злоупотреблять. И вот вам схема, как можно и как нельзя это все сочетать между собой. Важный нюанс. Так как ролик короткий, а зритель будет просто не готов к очень радикальным изменениям в нем, то не забывайте – картинка на всем протяжении видео не должна резко менять цвет. То есть, то белая, то черная, то красная, то серо-бурмалиновая. Если света мало и в кадре ничего толком не видно, то зритель не поймет вашей задумки. Не разглядит. Снимаем все-таки на камеру, встроенную в телефон, а они не отличаются большой светосилой. Старайтесь не снимать одним планом. Это скучно. Разделите историю на планы-эпизоды и снимайте их монтажно. Вот и вся наука. Экспериментируйте. А еще присылайте мне ваши видео-инстаграмки. И за самую интересную, на мой взгляд, я подарю футболку. Подробности в описании. Просто пришлю вам футболку в подарок, а вы подпишитесь на мой инстаграм. Ну пожалуйста. Всегда ваш Айсбергер. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал.